Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение нишевой стратегии 2000 года На сей раз ребята из Massive Entertainment Определяют жанр своего творения Никак иначе, как тактика в реальном времени Работа над игрой практически закончена А мы надеемся, что на сей раз Мировая общественность по достоинству оценит этот проект Анреал Торнамент 2004 Все ближе и ближе Уже ни для кого не секрет, что в игре будет огромное количество Используемой техники Но, к сожалению, для улучшенной скорости работы И поддержки транспорта Epic Games пришлось сильно изменить сетевой код Так что полной совместимости с версией 2003 Не будет Немецкие ребята из компании Wing Simulations Заканчивают разработку FPS Solner Обещают огромное количество реалистичного оружия Техники и участие 128 человек в сетевых баталиях По идее, нас ждет самый масштабный и командный мультиплеер Из всего, что мы видели Убедиться в правдивости этих слов Мы сможем уже этой весной Онлайн новая игра Бойцовский клуб Переживать второе рождение Переделан был инвентарь игрока Появилась возможность надевать пояса На рукавнике И даже использовать магию В магазин было также добавлено Множество новых предметов В общем, до выхода второй части Комбатса Разработчики делают все Чтобы интерес к игре не угас Первый день весны На сайте TIS Dialog Была открыта игровая площадка Теперь там можно найти Описание различных игр Информацию о настройках Необходимые для игр файлы А также посмотреть статистику игровых серверов С 20 по 22 февраля В московской гостинице «Космос» Состоялась вторая в истории России Международная конференция разработчиков Компьютерных игр В этом году на выставке Присутствовали такие личности Как Джон Ромеро и Том Холл Некоторые награды распределились Следующим образом Лучшие компании Издатель 1С Локализатор Бука Разработчик JCS Game World Лучший зарубежный игрой 32004 Назван Fair Cry Сталкер отплатил аж 4 награды В том числе за лучшую игру на выставке И лучшую графику Наш же Калининградский периметр От КДЛАП Победил в двух номинациях Лучшая игра для PC И лучший игровой дизайн Вот уж воистину можно гордиться Что у нас под боком делают такие игры На сегодня у нас все новости Поехали дальше Ну а теперь настала пора поговорить и о самих играх В сегодняшнем мини-обзоре вас ждет рассказ о четырех геймсах Различного жанра Представляю вам Crazy Taxi 3 Продолжение безумной гонки за деньгами Под адреналиновый саундтрек Со времен второй части Здесь мало что изменилось Все тот же бешеный драйв Вечно опаздывающие плода пассажиры И сумасшедшие таксисты Правда добавилась куча разнообразных режимов в игре Но это не любители Лично мне нравится Вопреки всем правилам дорожного движения Просто гонять по огромному городу Попутно подрабатывая извозом Одним словом Графка из-за такси Это великолепный способ расслабиться После тяжелого трудового дня Гегемония является трехмерной космической стратегией Никакого раша здесь и в помине нет Все действия происходят медленно, неторопливо Пока построишь флот Пока узнаешь дислокацию и количество сил противника Но как твои корабли летят, например, от Земли к Плутону Так вообще уснуть можно было бы Если бы не одно но Игра безумно красива Можно часами любоваться на звездное небо Смотреть, как добываются ресурсы с антиоритов А уж космические бои вообще описанию не подлежат Твердая четверка разработчиком гегемонии Мясо Просто мясо Эти слова я последний раз упоминал в адрес крутого Сэма И честно говоря, Виллрок мало чем от него отличается Те же гигантские уровни, море противников, куйма всевозможного оружия массового поражения И нон-стоп-экшен Единственное отличие заключается в том, что наш герой по ходу игры собирает золото На которое можно купить супер возможности Сюжет как-то невразумительный Да и нужен ли он здесь вообще? Знай себе, жми на курок Я не хочу сказать, что игра плохая Играть можно Даже нужно Но за последние три года Можно было придумать что-нибудь пооригинальному А не просто копировать старый хит Зоне видимости враждебный чужой Вот, именно таким и должен быть третий XCOM Стоило разработчикам столько лет экспериментировать со столь любимой многими серией Менять жанры, подходы Чтобы в итоге прийти к самому началу Вы только посмотрите на этот земной шарик Аж ностальгия берет Фанаты Уфо меня поймут И хоть бои стали протекать в реальном времени Можно в любой момент поставить на паузу И отдать команду своим подопечным Кстати, очень замечательный подход Ну а в остальном Куча оружия и брони Сотни научных разработок Жаль только, что нельзя саморучно отстраивать базы Но это мы простим Как говорится, XCOM умер Да здравствуй, XCOM Киберспорт Как много в этом звуке для сердца геймера слилось Что это? Как он зарождался и как развивался? Ответы на эти вопросы смотрите в нашем специальном репортаже История киберспорта Дорогие друзья, рад вам сообщить Что 25 июня будет 3 года Со дня признания в России Компьютерных игр видом спорта А 22 июля Первый Квейк празднует свой восьмой день рождения Эти два события бесспорно взаимосмязаны И имеют огромное значение для нас с вами Ведь по сути дела Исключительно благодаря Квейку Мир узнал, что такое полноценный мультиплеер Не спорю И дохваки люди рубились в сетевых побоищах Дум, например, Дюк Нукин Но таких людей было не так уж и много Нужна была игра, которая была бы популярна мультиплеером Именно в массах Такой игрой и стал Квейк Сингл это был рулез Но в историю эта игра вошла Благодаря другой ее части Deathmatch Ибо мультиплеер Квейка первого Подарил мне то, что сейчас называют киберспортом Уже 2 августа 96 года Состоялся первый чемпионат Geek First 96 Причем проводился он по командной игре Главной особенностью сетевой игры Было то, что игра проходила Не на синглов картах, как раньше А на своих отдельных Специально заточенных под убийство Себеподобных уровней Наверняка многие из нас помнят ДМ6 Потом появились боты, на которых все тренировались И возможность записи демок 21 июля 97 года Деннис Фонг Акка Трэш Выиграл турнир Red Annihilation И получил в качестве приза Красный Феррари 328 GTS От самого Джона Кармака Этот день и принято считать Днем рождения киберспорта 16 октября 97 года Была образована Professional Gamers League Претендовавшая на звание Первой профессиональной лиги Всего за год существования Quake привлек к себе миллионов людей По сетевым играм стали проводиться чемпионаты С нешуточными призовыми фондами Принято осознавать, что в этой стезе Наши соотечественники без привлечения Одни из лучших Начнем с того, что 27 августа 2000 года Сборная Россия в составе Devil Power Полосатый Сатан Выигрывает Беррис Рок Евро Чемпион Шип В финале победив сборную Швеции 13 мая 2001 года Best of Death выигрывает турнир КПЛ Холланд Где побеждает и Фаталити, и Лекерман В декабре этого же года Лекерман занимает второе место на World Cyber Games Проходивших в Корее Ну и наконец в этом же году Клан Фарзе побеждает еще на одном командном чемпионате в Европе Проводившийся под эгидой КПЛ в Кёльне Год спустя на World Cyber Games 2002 Команда М19 занимает первое место по Counter-Strike А Unkind по третьей кваке Наконец у нас впервые Киберспорт был признан видом спорта Что сегодня поднимается по словам киберспорт Counter-Strike, StarCraft, BarCraft, Quake 3 Arena, Unreal Но может быть еще до десятка игр В нашей стране уже постоянно проводятся чемпионаты по различным кибердисциплинам С приличными денежными фондами Наши геймеры ездят по всему миру Отстаивая честь Родины Как мощные киберспортивные державы Да что там в стране? Взгляните на ситуацию в нашей области Компьютерные залы растут как грибы после дождя Что не неделя, так новый чемпионат И пусть наш город еще не входит в официальный список претендентов на участие в отборочных турах ВЦГ Я думаю, это событие не заставит себя долго ждать Напоследок хочу сказать Играйте, играйте все И не важно во что Главное, чтобы вам это доставляло массу удовольствия Продолжая тему компьютерных игрушек Хочется обсудить ее поподробнее Наверняка многие из вас знают Какой экшн первого лица был назван лучшим в 2003 году Правильно, это Call of Duty Хит, стопроцентный хит Я просто восхищаюсь разработчикам Это аж надо Подать одно и то же блюдо только по другим соусам И получить при этом любовь и признание всех геймеров Если вам нравится данный жанр То вы несомненно играли в Middle of Honor Алид Ассал Но теперь посмотрите на Call of Duty Сравнили Абсолютный клон Не содержащих никаких новых идей Не избавивающихся от старых недочетов Что не удивительно Ведь коллектив-то один и тот же Но и Тарат любит эту игрушку Да и мне признаться честно Она тоже пришлась по душе Нет, какая кинематографичность действий Какой всплеск адреналина Создается такое впечатление Что мы находимся на самой настоящей войне А на войне, как известно Один в поле не воин И поэтому почти в каждой миссии С нами орудуют товарищи по оружию Которые помогают в отстреле противников И в выполнении заданий Зачастую даже успешно В Call of Duty 34 уровня Разбитые на 3 кампании Причем придется участвовать Не только в наступательных действиях Но и в оборонительных Но от пиком экстаза для российских геймеров Я бы назвал битву за Сталинград Конечно Игра не лишена и определенных минусов Но они не стоят значительные Чтобы рассматривать их по отдельности Да и фанаты еще обидятся Встретят ночью в подворотне Даже косточек не останется Как же я тогда буду вам об играх рассказывать? Ну ладно Минусы мы проехали Но достоинства игры вы и без меня знаете Расстраивает только небольшая протяженность кампании Пройти ее можно в среднем Часиков за 4-5 Но зато это компенсируется Великолепным мультиплеером Множество модов Качественные карты Хороший баланс вооружения Что это? Новая кибердисциплина? Надеюсь Многие зарубежные геймеры Знают и любят Такую онлайновую игру Как EverQuest К сожалению В России Эта серия не очень распространена Но сейчас Ситуация может кардинально измениться Ведь в свет Вышла новая стратегия Lord of EverQuest Ну вот Еще одна фэнтезийная РТС Только непонятно для кого Для поклонников Оригинального Эрквеста? Вряд ли Они все ждут появления Девятого аддона Для любимой РПГ Для любителей стратегий Это при чем здесь EverQuest? Для игр подобного жанра У нас прут люди Геймер Незнакомый с этой вселенной Просто не поймет Сюжетной составляющей А разработчики Даже не пытаются ему помочь Просто закидывают нас Информацию Неизвестных названий И разбирайся как хочешь И не надо мне говорить Что сюжет здесь нужен Как кошке пятая нога Не соглашусь Вспомните Warcraft Вспомните Как мы проходили миссию за миссией Чтобы узнать Что же будет дальше С Принцем Артусом Кстати Если вы не скажете Что Lord of WarQuest Очень сильно смахивает На третий Warcraft Я тоже не соглашусь Ведь это и есть Warcraft Просто слегка переделанный По другую вселенную И немного улучшенный В сторону деградации Три расы Практически ничем не отличающиеся Друг от друга Три компании Зачатки ролевой системы В виде прокачки юнитов И героев Статьи первых и вторых Можно переносить На следующий уровень Хотя взять можно Только жмотски Маленькое количество юнитов Так что эта фича Совершенно не влияет на игру Также Нельзя не отметить Совершенно невыразительный Искусственный интеллект Как врагов Так и наших воинов И в виде врага Они с улюканьем И оружием на переезд Бросаются в бой Причем Вместо того Чтобы организованным отрядом Получить Дядь Мутузик Противостоящих юнитов Они все бегут К разным целям И битва В один момент Превращается В кучу малу Вся задуманная тактика Летит коту под хвост Что раздражает Не по-детски Не спорю Игра понравится многим Ведь по идее Она не такая уж и плохая Просто до папы Варкрафта Ей еще ой как далеко Геймеры Ощастливившие свою коллекцию Приставка Xbox Уже давно играют В футуристический симулятор Ягер К сожалению У нас в ближайшем будущем Приставки от Майкрософта Не предвидятся Но пришел праздник И на нашу улицу Ягер портировали на PC И не говорите мне Что на консолях Не может быть Замечательных игр Могут Но станут PC Достаются только Сладкие скриншоты И обещания портировать В данном случае Обещания сдержали Трижды ура Ягер представляет собой Аркадную футуристическую леталку Но вот только не надо усмешек Эта так называемая леталка Даст 100 метровую фору Любому конкуренту И по моему сугубо Личному мнению Даже старичку шторма Сюжет игры Отмечается в том Что нашего героя Манкуса Тайда Разжаловали И теперь он служит Мальчикам на побегушках Нужно разогнать недовольных Сразиться с толпами супостатов Сложить бомбу И смыться до взрыва Всегда есть человек Для этой грязной работы Мы Сразу хочу сказать Ягер Игра очень сложная Порой Ввода на задание Кажется невыполнимым Да и противники Отлично летают И метко стреляют Конечно Чекпоинты Ремонтные площадки И разбросанные по всему уровню оружия Слегка облегчают суровый геймплей Но ровно настолько Чтобы не бросить игру В самом начале Хотя бросить Как раз и не получится Ведь Ягер Захватывает Первая тренировочная миссия Но расставания С тела уже Совершенно не остается Здесь есть все Что нужно Интуитивное управление Огромные скорости Проработанный дизайн уровней И великолепная графика А писать ее словами Нормативного русского языка Просто не получится Это надо видеть Такой воды Я не встречал нигде Можно бесконечно летать И любоваться красотами Кстати А вы уже обгрейдили компьютер? Я После игры в Ягер Уже начал задумываться Над этим вопросом Ведь с тормозами играть Не очень-то приятно Высокие системные требования Это пожалуй Единственная придирка К данному продукту Смело можно ставить 5 с плюсом Ну а плюс За качественное портирование Побольше по таких игр Но напоследок Хит всех времен и народов Оценка 12-50 бальной шкале Просто пособия для разработчиков О том, как игры делать Не надо Фронтальная атака Обречена на провал Пиздарная лажа Для тупых уродцев Простите меня Не сдержался Но нельзя же выпускать Все такие игры Ну сказали бы сразу Денег нету Поэтому мы выпускаем шутер Для особо одаренных геймеров От 3 до 5 лет Хотя я сомневаюсь Что я не буду в это играть Не буду говорить про графику Вы и сами все видите Кто уменьшил детализацию Не надо Мне и так плохо Я думал, что хуже быть не может Как я ошибался Ну ладно графика Вы только подумайте В игре 6 идиотских уровней И 6 видов оружия Причем Наша героиня может Таскать с собой Только 2 ствола сразу Так что вечная нехватка Боеприпасов нам гарантирована Хотела была взять калаш С труппы убитого террориста Не получилось Приколочен намертво Ну а сами противники Мамочка Искусственный интеллект Что это? Мы ходим от точки А К точки Б И обратно Да еще и на модели полигонов Пожалели Сразу вспоминается анекдот Мама, мама А почему меня в школе Обзывают квадратной головой? Кстати Для патри типа Ниночки Пригласили известную Польскую модель По имени Иса Цармничка Правда Не могу понять зачем Смотреть на нее Коряво нарисованные руки Держащие коряво нарисованное оружие В общем Мой вам совет Хотите сберечь нервы И прожить до старости Тогда Если вы увидите Диск Нина Бегите Видите куда глаза глядят И ни за что не оборачивайтесь Вам легко говорить Рискую-то я 29 февраля В компьютерном клубе Арена 2 Прошел городской чемпионат По любимой многими геймерами Дисциплине Контерстрайк Что ж Наша передача Не смогла пройти мимо Столь знаменательного события И мы решили Заглянуть на огонек В последний день зимы В компьютерном зале Арена 2 Собрались многие команды Нашего города Чтобы выяснить Кто из них является Сильнейшей по кипердисциплине Контерстрайк Побороться за этот титул Пришло аж 19 команд В том числе Experience SSR Escape Russian Challenge И Fucking Butchers В двух ее составах Некоторые команды Укомплектовались Прямо перед началом чемпионата Некоторые вообще Рождались на месте Естественно присутствовали И засегдаты из всех турниров Такие как Unlimited И Western Division Игра проходила По следующим правилам Версия Контерстрайка 1.6 По системе Double Elimination То есть любая команда При проигрыше Не выбывает из чемпионата А попадает в сетку лузеров Где у всех еще есть шанс Подняться и дойти Даже до финала В качестве ограничения правил Было запрещено Пользоваться тактическими щитами Бои проводились На следующих картах Newk Aztek Inferno Dust2 Rodige Train И Cable Поля сражения Выбирались Жеребьевкой Капитанов команд В самый разгар Турнирных событий Мы решили побеседовать С капитанами Некоторых команд Меня зовут Тимур Балавадзе Мой ник Ками Играю в команде Western Division Считаюсь капитаном Так Мое имя Индила Игорь Я играю в команду Western Division И мой ник Горыныч Ну вообще Команда организована давно Но состав поменялся И мы где-то играем В этим составом В неделю Мое любимое оружие Это АК Меня зовут Назаренко Максим Ник Назар Синдзов Алексей Не клево Как давно вы играете в КС И какая версия КС Вам нравится больше? В КС играю я около двух лет Версия мне больше нравится 1.5 Играю около полтора года 1.5 Меня зовут Рудский Виталий Я являюсь председателем Калининградской ассоциации Кибератлетов Очень много команд Приехало Из других городов То есть у нас Четыре команды Гости из области Вот Могли команды Из Литвы приехать Но у них там Какие-то свои проблемы Были с визой Так что нормально Весь день прошел В постоянных И напряженных боях Компьютеры Не выключались Ни на минутку А кулеры Гоняли воздух Как новые пылесосы Гамм стоял Невообразимый Хорошо хоть команды Играли в наушниках И не слышали творящегося В округе безумия Для того, чтобы посетители Не дышали в затылке играющим Был оборудован Зрительский зал Где все желающие Могли понаблюдать За текущей игрой Правда пробиться туда Можно было лишь С большим трудом Но несмотря на это Нашему оператору Это все-таки удалось Применив при этом Любую физическую силу К сожалению Из-за большого количества Играющих команд Финал был перенесен На 5 марта И в первый день Проведения чемпионата Определилось только Третье место Которое на удивление Заняла молодая команда Лордов Отказавшись играть За второе место Они довольствовались Призом в 500 рублей В финале же Встретились вечные соперники Бывшая команда Импросибл Ныне носящее имя Unlimited В составе Джон Шадоу Цандер Инсайд Симпсон И Ками Горыныч Юнион Гофан Серж Из Вестерн Дивижн Не дуждающихся В комментариях Действия финальных баталий Разворачивались На Денюк И на Денферно В итоге призовые места Распределились Следующим образом Второй приз В размере 750 деревянных Утянули домой Unlimited Ну и победителями Стали ребята Из команды ВД Титул лучшей команды Был подкреплен Денежным вознаграждением В 1000 рублей Молодцы ребята Продолжайте в том же духе А наша передача Будет и в дальнейшем Наблюдать за кибер-жизнью Нашего города Твои пожелания Кибер-спортсменам Нашего города Чтобы они тренировались Более постоянно Значит С большим энтузиазмом Надо верить в свои силы Потому что как бы я вот выступал На российском чемпионате От области Достаточно хорошо выступил Хотя никто в это не верил Поэтому больше уверенности в себе И больше стремления к победе На сегодня у нас все Настало время прощаться Но не надо Не надо расстраиваться Ведь мы еще обязательно встретимся В следующем выпуске передачи Про игры Редактор субтитров А.Семкин